Это проект «Секретные миллионеры». 87 миллионов долларов. Реалити-шоу, в котором мы берем мультимиллионеров, переодеваем в бродяг и отправляем в глубинку России. Чтобы они смогли найти людей, которым отдадут свои миллионы. Секретные миллионы. Недавно нашему новому герою Андрею Ковалеву звонил 1516 год и просил вернуть беретик. Но Андрей Ковалев не взял трубку. Он был занят. Он занимался всем. Вот эпоху Возрождения люди занимались всем. Это было нормально. Я человек эпохи Возрождения. Я и певец, и поэт, и композитор, и художник, и реставратор, и бизнесмен. Вы, наверное, подумали, что поэт и реставратор Ковалев заработал свои миллионы на реставрации поэм. Нет. Сегодня главный источник доходов Андрея – аренда коммерческой недвижимости. Я владелец более 200 тысяч квадратных метров недвижимости, которая сдана в аренду, приносит мне стабильный доход. Все бизнес-процессы уже отстроены, отлажены. Конечно, такого вот прямо ежеминутного участия не требует уже. Оборот компании – порядка двух миллиардов рублей. Кроме этого, Андрей Ковалев – музыкант. Помните, как однажды ночью человек с длинными волосами, обернутый в российский флаг, громко слушал музыку под вашими окнами? Скорее всего, этот человек слушал патриотическую метал-группу «Пилигрим», созданную Андреем, или его сольный хит «Аэропорты». В карьере Андрея Ковалева случались и взлеты, и падения. Например, во времена жесточайшего кризиса, пока мы сдавали в ломбард свои сланцы и продавали без лицензии домашний студень, Ковалев ненадолго пропал из списка «Форбс». Стаж в бизнесе у меня 41 год. Таких людей в нашей стране можно по пальцам пересчитать. Подборка «Форбса». 2007 год – 64 миллиона. 2008 год – 87 миллионов долларов. Потом кризис жесточайший. И последний, когда я попадал в рейтинг, 2012 – 55 миллионами долларов. Знаменательно за мной идёт Роман Абрамович. Сегодня Андрей чувствует себя очень комфортно. Ему нравится и дом, в котором он живёт, и век, в котором он думает, что живёт. Отличный дом. 18-й век, полторы тысячи квадратных метров. Здесь, наверное, комнат 30, может, 40. Я, честно говоря, даже не считал. В общем, мне хватает. Здесь у меня всё. Тут и бассейн, и баня, и тренажёрный, и моя музыкальная репетационная база. В общем, всё здесь. В моём доме работает примерно 35 человек. Я трачу на мой личный коллектив примерно 3 миллиона. Мы команда! Здесь у каждого своя роль. Есть ответственные за еду. Личный специалист по земельно-имущественным отношениям. Менеджер по рекламе. Управляющий по учёту площадей. Системные администраторы. Хранительница личных коллекций. Несколько пёсиков отвечают за шарм. Конечно, личная охрана. И охрана поместья. Что делать? Такая жизнь. Действительно, что тут поделать, когда жизнь такая? Чтобы немного утешиться, Андрей покупает картины. Место на стенах закончилось. Поэтому Ковалёв просто кладёт картины на картины на столе. Не могу остановиться. Это моя страсть вообще. Живопись, скульптуры, фарфор, доспехи. Всё это вот. Без этого я не могу жить. Так, куда же мне её повесить? Вот здесь есть свободное местечко. О, туда её и повешу. Отлично. Если вам кажется, что Андрей вешает слишком много картин на одну стену, значит, вы ещё не видели, сколько очков Андрей надевает на один нос. Ой, очков миллион. Это малая часть, которую я там поседневно использую. Андрей сможет защитить глаза, даже если завтра вместо одного взойдут дюжины солнц. Сколько же стоит такая коллекция? Дорого. Ну, они в среднем там 500-1000 долларов. Короче, на очках не экономим. На чём Ковалёв экономит, пока непонятно. Точно не на очках, точно не на картинах, точно не на доспехах. Может быть, он экономит на креслах? Вы знаете, что такое роскошь? Когда самое дорогое там, где вы не видите. Ну, например, вот стоит кресло, а снизу оно инкрустировано бриллиантами. Вот это роскошь. В России ни у одного царя или императора такой мебели не было. Самая дорогая картина где-то около миллиона евро. Живём скромненько. Это вот моя коллекция доспехов от 11 до 16 века. 20-30 тысяч евро стоит один доспех в среднем. А так разбег от 10 до миллионов. Вот интересный комодик. Это 19 век. И вдруг, когда Трамп становится президентом, я смотрю, о, мой комодик. Только он у него блестит, как котовые яйца. Ну, то есть подделка такая современная. У меня-то подлинный. Где Трамп, а где Андрей Ковалёв? Мася, это Мандезунский штубершнауцер. Стоит 280 тысяч евро. Давай пузя погладим, давай пузя погладим. Ищем жениха, такого же Мандезунского штубершнауцера. Хотя у меня была всегда мечта скрестить своих этих чиквашек, что-нибудь типа там, не знаю, кавказской овчарки там, и посмотреть, что получится. Вот уникальная люстра. Высота 16 метров, весит 2,5 тонны. Это Клондайк. Сколько здесь ак... Это не две. Забыл запах твоих волос, как я тебя любил. Будьте как дома. Не забывайте, что в гостях. Забыл, забыл. Андрей не смущает, что его дом выглядит, как музей поле чудес. Если бы на Капитал-шоу приходили пираты и дарили свои лучшие сокровища. Я этого не замечаю. Абсолютно. Опа. Не знай-ка на Луне. А где Чарлик? Старичок, чок-чок. Чтобы уберечь коллекции живописи, доспехов и собак, способных налинять сотни долларов на инкрустированный бриллиантами диван, Андрей завел отдельную коллекцию сигнализаций и кнопок. Первая полицейская машина приезжает через 2,5 минуты. Везде камеры стоят. Бить по лицу системных администраторов запрещает закон. Пока что Андрей отрабатывает фирменную пощечину на резиновом человеке. Удар фирменный. Такая пощечина ломает кости. Я тебя задену. Навык ломать людям кости лица может пригодиться в самую неожиданную минуту. Например, на вас напали хулиганы. Очкарик. Ты... Или вы решили в середине проекта вдруг избить нашу съемочную группу. За дело Андрей Ковалев убьет нашего продюсера. Или просто так вы увидите очень скоро. А пока что узнаем больше о тяготах и невзгодах в жизни миллионера. У меня уже некуда вешать картины. Некуда ставить доспехи. И я уже начал присматривать, что бы еще приобрести. Андрей присмотрел и приобрел знаменитую подмосковную усадьбу Гребнево. Но прежде чем начать складывать здесь доспехи с собаками, усадьбу придется реставрировать. Усадьба стоила 80 миллионов рублей. Обложить придется, я уже сейчас понимаю, что больше 5 миллиардов. Конечно, страшно смотреть, в каком состоянии садьбы находятся. Ну, все восстановим. Ничего, все приведем в порядок. Я иногда думал, что Господь меня просто хранил, вытаскивал из таких ям, куда я попадал. Наверное, для того, чтобы я стал президентом России, не меньше. Потом я понял, что президентом России я не стану. Но вот усадьбу Гребнево я восстановить обязан. Это вот теперь дело всей моей жизни. Просто, блин, какие места, блин, какая красота. Здесь у нас лодочная станция будет. Обязательно будут гондолы с гондольерами, которые будут проплывать под такими красивыми мостами с балюстрадами. Многие считают, вот, купил, негодяй, сволочь, купил народное достояние. Где мы... Всю жизнь мы будем... Во, во, не будете вы здесь... Все, новые времена. Здесь будет культура, искусство, история. Здесь будут отдыхать люди. В прошлом усадьбы Гребнево владели некоторые из самых знаменитых аристократов России. Если бы все они жили там сейчас, то очередь утром в ванную выглядела бы вот так. Князь Трубецкой, князь Голицын, граф Бибиков, Андрей Ковалев. Многие россияне на 60-летие дарят себе праздничный вчерашний суп. Андрей Ковалев подарил себе на день рождения небольшую автомобильную пробку. На 60-летие я себе подарил 6 американских автомобилей 60-х, 70-х годов. Рос-Ройс, Майбах, Астон Мартин, значит, ну там 3-4 джипа, автобус, ну что-то еще там есть. Это не для гонок, хотя здесь стоит огромный мощный мотор. Это вот потихонечку, наслаждаясь жизнью, чтобы, не дай бог, не пропустить симпатичную девчонку. Потихонечку, наслаждаясь жизнью, Андрей Ковалев ищет в лесу женщину. А на самом деле едет контролировать свой новый бизнес. Я нашел новое направление, это фудкорт подсолнухи Артенфуд. Его революционность в том, что впервые в мире я к нему пристроил концертный зал, которого нет нигде. Фу, накатался сегодня. Ну что, мы попали на фудкорт подсолнухи Артенфуд. 50 кафе. Индийских, мексиканских, вьетнамских, китайских, корейских. Где чего только нету. Даже свой пивной завод. И вот этот многофункциональный концертный зал, о котором я вам говорил. Я просто счастлив, что сегодня подсолнухи расцвели. Расцвели тысячи ласковых подсолнухов счастья. Но среди них один маленький, юродивый, черный подсолнух. Черный подсолнух – лишений и дискомфорта. Андрея ждет увлекательное и полное кошмаров приключения. Снимите, как я крещусь. Совсем скоро мы заберем у Андрея Ковалева все атрибуты его богатой жизни. И отправим в глубинку России. Я носок потерял. Сможет ли Ковалев в новом образе найти людей, которым нужна помощь? Поделится ли с народом своими миллионами? Во, во! Для Андрея Ковалева пришло время ненадолго потерять все. Миллионер оставляет все свои деньги, автомобили, личные вещи, охрану и интересный комодик позади. Вместо всего мы предоставили ему обычный телефон тысячу рублей и новые правила жизни. Поздравляем! Вы стали героем суперрейтинга в реалити-шоу «Секретный миллионер». До самого финала проекта вы не можете раскрывать свою миллионерскую личность. Если встречные люди просят, почему вас снимают операторы, вам нужно рассказать специально подготовленную легенду. Вы снимаетесь в шоу-конкурсе «Тревел-блогеров» под названием «Народный блогер», в котором простые люди со всей страны путешествуют по незнакомым городам и ищут людей с интересными судьбами. Жизнь обычного человека как-то сразу не задалась. Я носок потерял. Где носок? Где носок? Где носок? Ну что же, я в одном носке что-то поеду? А что тут такого, Андрей? Половина страны в одном носке ходит. Итак, по легенде, Андрей Ковалев – обычный человек, участвующий в туманном проекте для интернета под названием «Народный блогер». Никакой связи с телеканалом «Пятница», никаких миллионов. Только так наш герой сможет рассчитывать на искреннее общение с окружающими, чтобы решить, кому он поможет в конце. Вас зовут Андрей Степанович Трубецкой. Вы руководитель художественной кружка «Подсолнухи». Преподаете театральное искусство детям и подросткам. «Народный блогер» Андрея Степановича Трубецкой. Это ужас. Это ужас. Чтобы легенда народного блогера Андрея Степановича Трубецкого сочеталась с новым образом, мы даем секретному миллионеру мини-камеру, на которую он должен снимать все, что с ним происходит. Андрей Степанович Трубецкой отправляется в город Кострома. А на чем мы полетим-то? А я бегу куда-то вдаль Аэропортами Кто-то в небеса, кто-то в поезда, а вы, Андрей Аркадьевич, в автобус. Ой, елки-палки, блин. В таком рейсовом автобусе я ни разу в жизни не ездил. Да нет, конечно, неудобно. Люблю бизнес-класс, потому что просто можно вытянуть ноги. А здесь вы вытянуть ноги нельзя. Всего 8 часов в автобусе, и Андрей Степанович Трубецкой уже на месте. Кострома – городок. Невысокие дома, невысокие зарплаты, невысока средняя продолжительность жизни. В Костроме холодно. Цель – сделать визитки. Наши люди привыкли, то, что напечатано, это правда. Поэтому визитка, она подтверждает статус народный блогер. А вы визитки не делаете случайно? Ну вот самая дешевая визитка сколько стоит? За штук? Сколько? 100 штук 320 рублей. Ё-моё. Платить такие деньги секретный миллионер, конечно, не собирался. Но он смог уговорить напечатать ему визитки совершенно бесплатно. Обаяние. Природное обаяние. Дайте я вас поцелую. Всё. Выпросив для себя приятный и неожиданный подарок, народный блогер Трубецкой вышел на улицы Костромы с сотни лживых визиток. Секретный миллионер стремительно покорял Кострому. Напечатав визитки, он быстро устроился на работу промоутером в кофейню. За пару часов Ковалёв раздал флайеры, а также и свои визитки. Ко всему прочему заработал 500 рублей. Синий лёд твоих глаз. Ура. Я богат. Всё, обнимаю, целую. Пока. Программа «Народный блогер». Без денег выбросили в город. Помогите. Хорошо. О, спасибо. Как зовут? Дима. Дима. Ну, он достаёт 500 рублей. Возьми. На меня это произвело определённое впечатление. Последний раз мне помогали лет 15-20 назад. А чем вообще хотите заниматься в жизни? Я бы выжал. Да ладно. А я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь. От близких людей, что да хотят побольше. Добрый музыкант Дмитрий просто так сходу подарил руководителю ансамбля «Подсолнухи» 500 рублей. А потом ещё и пригласил его на свою репетицию. Здорово, мужики. Добро пожаловать в вас. Уж не признал ли Дима в «Народном блогере» секретного миллионера? Ну, Димон, оторвись. Сейчас оторвусь. Блин, круто, мне нравится. Но! Где шоу? Где? Андрей Трубецкой быстро продемонстрировал костромчанам, почему он больше не руководит театральным кружком «Подсолнухи». Круто! Мне понравилось. Андрею понравилось, вам понравилось, нам понравилось, всем очень понравилось. Ну, он отжёг. У нас вокалист так не отжигает, может быть, он как-нибудь нам компанию составит на одном из концертов. Это будет изюминка нашей группы. Прям получил колоссальное удовольствие. Ну, лучше Стаса Михайлова. Прости, Стас. Барабанщик Дима, узнав, что Андрею негде ночевать, предложил народному блогеру ночлег. Андрей с радостью согласился, но сказал, что приедет позже. Он не хотел идти в гости с пустыми руками. Но где же купить в Костроме ночью недорогие подарочные доспехи? Месяц в надежды. О, 39 рублей. Вообще, между прочим, 29 рублей. Можно жить в нашей стране? Я богатый мужик. У меня куча бабла. 248. Можно жить вообще в Костроме? Конечно. Последний раз я такси своей жизнью ловил лет 20 назад. О, хорошая тачка. Оказалось, если говорить всем встречным, что ты богатый мужик с кучей бабла, деньги заканчиваются быстрее. Таксист взял с Андрея 700 рублей и, стараясь не хихикать, уехал. Таксист меня привез и показал не тот дом. Ободрал как липку, еще привез не туда. Вот где здесь совхозная 27, кто знает. По логике вот это или вот это. И куда мы приехали? У таксиста не было своего мобильного приложения, поэтому Андрей оставил водителю устный рейтинг. Андрей Ковалев ходил по ночной Костроме и так выразительно кричал «Дима», как будто репетировал новый патриотический хит, Иван Грозный подзывает своего сына. Кострома тем временем становилось все темнее. Остро не хватало личной охраны. Дима! Дима! К счастью, Кострома город небольшой. Если встать в середине и достаточно долго кричать, можно вызвать любого жителя. Я так обрадовался, когда его видел. Обычно поезды по городу в районе 150 максимум, а он заплатил 700. Чаю? Снял свои волосы. Вот только ты мне честно скажи, это видно, что это парик или нет? Нет. Нет, незаметно. Ему на самом деле без парика даже лучше, как кажется. Давай, за встречу? Давайте, за встречу, спасибо. У тебя как родители? Трудяги, работяги. Условия, в которых живет Дима, конечно, кошмарные. Квартира убитая, старая. Это съемное жилье, полное отсутствие какого-то комфорта. Дима живет бедно. Какие планы? Хотелось бы двигаться в том направлении, в котором я начал, в принципе, хэви. Хэви металл форево. Ну, он мечтает окончить курсы в Москве. Барабанщиков у Саши Гипса, который играет в группе «Мастер». А выступаете только в Костромской области? В Ивановской, Вереславской области. Я понял, что у Дима не ставится каких-то больших задач. Его мечта, чтобы стабильно выступать, 100 человек, 200-300, больше ему не нужно. Бедный музыкант, увлеченный творчеством. Если Андрей захочет, он скоро сможет здорово помочь начинающему музыканту. Ведь сам Ковалев имеет большой опыт и массу полезных связей в музыкальной индустрии. Хэви металл форево. Так, ну что, может спать уже? Спалось неудобно, это был диван, простыни не было, роль одеяла выполняла такая тоненькая такая, полотенчик такой. Но я все-таки, я спал. Секретный миллионер снял волосы и очки, накрылся маленьким полотенчиком и, чтобы лучше спалось, представил себе, что ковер на стене инкрустирован с другой стороны бриллиантами. Миллиардер Андрей Ковалев в образе простого народного блогера ищет людей, с которыми хочет поделиться своими миллионами. Расскажите, пожалуйста, как вы попали сюда? Кому в Костроме повезет? Кто и что получит от харизматичного миллиардера? Очкарик, ты? Я? Я? Второй день на проекте начался с активных звонков. Оказалось, что визитки сработали. Народному блогеру звонили самые разные люди и рассказывали свои истории в надежде попасть в проект «Народный блогер». Из большого ассортимента тлена, безысходности и несчастья Андрей выбрал нескольких человек. И как только закончился дождь, наш герой поехал навстречу с одной из звонивших. Меня зовут Андрей. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. Странный народный блогер не вызвал и тени подозрения у Татьяны. Видимо, ей совсем некому было рассказать о своем несчастье и своей обиде. Меня выселили, выселили мою семью из квартиры, в которой я прожила 29 лет. Вот. У нее был гражданский муж, который прописал ее в свою квартиру с ребенком. Сам уехал, он был романтик куда-то на север, и там пропал, он вроде умер. Потом какие-то суды там признать служебным, неслужебным это жилье. Суд принял решение выселить. И 11 человек ворвались в квартиру с автоматами, с дубинками, сказали, можете взять с собой зубную щетку и побыстрее освободить помещение. И она осталась на улице. Мне предложили уехать на дачу. Знакомая, я поехала на дачу. Я сам плакал вместе с ней. Настолько было жалко. Она вся была боль, кусок боли. Я сделала здесь очень много проектов. И я сама оказалась на улице. Ключевое здесь именно обида, что с ним так некрасиво поступили. Она же работала на город, была чуть ли не главным художником города. Сейчас Татьяна на пенсии. Благодаря подработкам ей удается снимать жилье за городом. В квартире, из которой ее так бесцеремонно выселили, теперь живут другие люди. Поехали на эту квартиру. Сейчас. Куда? Туда. Прямо вот где я жила? Да. Поедемте. Исполненный решимости Андрей Степанович Трубецкой направился по адресу, названному Татьяной. Но битва завершилась, так и не успев начаться. Здравствуйте. Ой, привет, девочка. А ты одна сегодня здесь? Давай, извини. Не открывай незнакомым людям никогда. Запомнила? Мы же ожидали увидеть какую-то женщину, которую... Это моя квартира! Вон отсюда! Открыла маленькая девочка. Я представил, что, допустим, их сейчас куда-то там выселяют. Понимаешь, мне эту девочку тоже стало жалко. Вот такая людская несправедливость. Квартиру ей законным путем не вернуть. И незаконным тоже не вернуть. Об этом можно забыть. Пойдем за здраво. О! Здравствуйте. А что это у вас такое? Вы просто не в курсе меня выселили? Да ты что? Да ты что? По какому праву? С этим взяли и выселили. Это вообще не дело. Нас всех могут повыкидывать и оставить без жилья. Вообще всех. Боритесь, боритесь. Да. Борись. Вот эта обида ее сжирает. Они сволочи, гады. Что они со мной сделали? И надо это все убрать и забыть. Все. И начать новую жизнь. Мэр, народ тебя выбирал для того, чтобы ты народу помогал. Дороги убитые. Ну, ладно, с ним. Ну, это женщине. Квартирку, одна комната 30 метров, ты не мог ей оставить. Будь человеком, мэр. Андрей обещал как-нибудь помочь Татьяне. А пока что, сверившись со списком позвонивших, отправился помогать сотрудникам местного музыкального колледжа, как супергерой в самом унылом выпуске комикса. Преподавательница музыкального колледжа пригласила меня как народного блогера, чтобы я ознакомился с их проблемой. Перед встречей Андрей Степанович решил немного передохнуть и размять волосы. Вы парик никому не одевали? Какое-то мучение. Я бы с удовольствием этот парик потерял бы в первый день. Музыкальный колледж. Какая красота. Вы не любовь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я забыл портфель. Как всегда. Андрей постоянно забывает свой портфель. Но не потому, что он невнимательный школьник, а потому, что такой у него девиз. Ничего своего с собой не ношу. Я в своих руках ничего не ношу. За всем моим следит охрана. Если я уйду с кафе, забыв телефон, то охрана. Придет, в смысле, скажет Андрей Аркадьевич, вот телефон. Так, вас зовут Андрей. Меня зовут Андрей, да. Преподаватели музыкального колледжа надеялись встретить в лице народного блогера СМИ, которое поможет озвучить их проблему. Но они явно были удивлены, когда увидели Андрея Степановича Трубецкого. Андрей произвел неоднозначное впечатление. Поэтому мой первый вопрос по отношению к нему был, кто вы по специальности. Сейчас я народный блогер. Возможно, на это что-то списать. Его внешний вид не совсем опрятный. Ну, такой вот очень нестандартный внешний вид, такой вот интересный. Андрей Степанович Трубецкой. Это человек, который сразу вызывал у всех доверие по телефону. Они же меня не видели. А потом говорят, слушай, он как страна одет. Странный волос. И он все время чешется. Несмотря на то, что костромские интеллигенты сочли внешний вид Андрея интересным, они все-таки рассказали о своей проблеме. Колледж хотят переселить на окраину. Лесополоса, гаражи, исправительная колония. Соседство, вы сами понимаете, замечательное. Колледж хотят перевезти в другой район, потому что здание объективно находится в аварийном состоянии. Но преподаватели беспокоятся, что их отправляют на выселки только для того, чтобы на месте колледжа построить гостиницу или торговый центр. Может, Андрей Ковалев решит восстановить объект культурного наследия? Тратит же он миллиарды на реконструкцию усадьбы Гребнева? Усадьба стоила 80 миллионов рублей. А вложить придется, я уже сейчас понимаю, что больше 5 миллиардов. Они очень переживают. Это намоленное место. Здесь воспитано целое поколение народных артистов России. И вдруг переехать куда-то там в какую-то бетонную типовую коробку... Мы пойдем к мэру, послушаем его позицию. Удачи вам! Спасибо! А как пройти в пресс-службу? У Андрея оставались деньги на ночлег в хостеле. Но чтобы разнообразить свое путешествие, а заодно найти людей, которым нужна его помощь, он решил провести сегодняшнюю ночь в Костромской ночлежке. Никого нет. Я приду завтра обязательно сюда. У Андрея оставались деньги на ночлег в хостеле. Но чтобы разнообразить свое путешествие, а заодно найти людей, которым нужна его помощь, он решил провести сегодняшнюю ночь в Костромской ночлежке. Чтобы не идти пешком, Андрей поймал гораздо более веселого, но не менее жадного таксиста. Как жизнь в городе? Что с проститутками? Не знаю, я не увлекаюсь. Я тоже. Придолжен знать об обстановке в городе. Так, сколько я вам должен? Ну, 100 рублей. Да что тебе должен? И 100 рублей. И я опять нищий. Что-то не везет нам с таксистами. Представлял, что я приеду. Это какие-то чистые такие помещения, белые простыни там. Я, конечно, такого кошмара не ожидал увидеть. Неприемлемые условия. В ночлежке даже не было прикроватного мотоцикла. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы попали сюда? Нас обманули. С квартирой? Да, с квартирой. С двумя. Москвичка Люда, которая была хозяйкой двух квартир, Фили и университет, и сын, связался с эфиристами, с черными риэлторами. И обманным путем отобрали эти квартиры. Как вот так вот, блин, в здравом рассудке попасть в лапу? Дурачок. Просто дурачок. Мам, такие ребята хорошие, что ты? Сын что-то наплел. Продать квартиры, что купить дом в Костроме. Две квартиры в лучших районах и дом в Костроме. Это несопоставимые вещи. А что с ним-то, с сыном? Сказали, что его убили. Они убили его, да? Ну, а кто же еще? И когда они что-то поняли, что с сыном что-то там не так, они приехали сюда, и тут их, и, значит, эти приняли. Они разрушили все. Они убили там их близких. У меня больше никого нет, я одна. Муж вот умер в конце января. Болел на нервной почве, конечно. Я мешку хоронила, у меня не было ни одной слезинки. Переболела. Живу как живу. Мне только хочется этим наказаний такого серьезного. Убить это все, это нет, это не тот вариант. Новород, пускай живут, но уродами. Вот у меня такие вот мысли. Я от них уже не избавлюсь. Я обращаюсь к генеральному прокурору Российской Федерации. Прошу провести тщательное расследование обстоятельств этого дела. На руках этих людей кровь не одного ее сына, а многих людей. Возможно, они продолжают свои преступные действия. Надо их остановить. Ну ладно, спасибо. Так, для меня тут есть что-то? Где жить-то? Есть. Пойдем, показывай. Тошнотворный запах помойки. Это даже не п***. Это в тысячу раз хуже полного п***а. Без мотоцикла, теплой собачки под боком и истории на ночь Андрей спать не привык. Не, я не буду спать. Это, тем не менее, счастье для них. Потому что альтернатива – это жить просто на улице. Я, конечно, экстремал. Где-то даже экстремист. Но у меня есть на хостел. Спасибо. А где мой портфель-то? Кто портфель-то забрал? Ну, кто портфель-то взял? Ну, короче, отдавайте портфель, ребят. Шутки, конечно, хорошие. За пару дней знакомства с милым и трогательным Андреем Степановичем Трубецким мы успели как-то расслабиться. Вдруг из-под маски и парика бедного интеллигента выглянул суровый лик Андрея Ковалева. Это шоу ваше. Сейчас. Я же, по-моему, простой. Я с вами играть не буду. По неизвестной причине секретный миллионер решил, что пропавший портфель – это дело рук нашей команды. А в портфеле? Все бумаги, телефоны, все там. Значит, я понял, решили сделать у меня шоу. Кто, сука? Андрей, что вы делали? Я сказал, кто, сука? Вы плохо меня знаете. Или отдавайте, или п***ь. Отдавайте, или п***ь. Я бы эту группу просто порвал бы, растоптал бы, понимаешь? Стер бы в порошок. Я никому не позволю над собой издеваться. Андрей! Да. Нашел? Да. Портфель, который Андрей забывал везде и повсюду, разумеется, быстро нашелся. Но миллионер продолжал чувствовать, что в чем-то он глубоко прав. И на всякий случай вел себя так, как будто кто-то скрестил его с кавказской овчаркой. Попробуй, п***ь, не вставить. Иди сюда, п***ь. Че ты спряталась? Дай мне суп. А? Че вы? Я не задумываюсь, не насекусь, я бью сразу. Очкарик, ты п***ь. Я? Че п***ь? Я. Это не я. Кто? Говори, п***ь, п***ь. Я не знаю, это природный инстинкт или это воспитанные там 80-е, 90-е годы. Кто? Какой? Че ты мне п***ь в машине сидел? Че ты? Ну ты не брал вот эти п***ь в красном пальто. Ты п***ь. Нос сломать тебе. Три секунды. Ты его засух. Я такой, какой есть. Зачем буду касаться, лучше или хуже? Я бы отвечаю, там я три-четыре носа бы сломал. Понимаешь? А приехал в Москву и п***ь, вообще просто стер порошок. Все, кто это сделал. Наконец наш герой счел, что достаточно наказал всех за то, что забыл свой портфель в соседнем помещении. По сохранности портфеля. Пусть вот ваши следят за тем, чтобы портфель не... Андрей собрался даже остаться ночевать здесь. Но хозяин ночлежки увидел слишком много. Мужчина вызвал и даже сам оплатил для народного блогера такси до ближайшего хостела. Еще раз спасибо тебе за то, что ты делаешь. Созвонимся. Созвонимся, да. Сто процентов. Я сегодня первый раз за 35 лет застилаю постель. Еще, помню, когда маленький был, не любил. А уж сейчас-то вообще. Ковалев затих или это передышка перед финальным днем? Уж это просто какой-то трэш! Достанутся ли Костроме миллионы Ковалева? Или же миллиардер пошумит и уедет к себе во дворец? Поперло! Поперло! Ярости отчаяния, которые у настоящих жителей Костромы накапливаются годами и не находят выхода, у народного блогера в шляпке накипели за два дня. Проснувшись, он отправился прямо в мэрию. Андрей Трубецкой. Народный блогер. Что вы хотите? О чем поговорите? И теперь остался только один вопрос, который я хочу обсудить с мэром. Это восстановление здания, где находится музыкальный колледж. Чиновники квадратные гнездовые по связям со средствами массовой информации. Вот приехало средство массовой информации. Они не захотели связь устанавливать? Глава администрации сейчас находится неделю в отпуске. Хорошо. Может, замглавы, допустим? Давайте. Нет, ну так давайте, понимаете, мы как будто в ресторане-меню рассматриваем. Университет. Как? Мы делаем по работе со средствами массовой информации. Ну вот средства массовой информации. Я бы на месте мэра их выгнал и взял молодых креативных ребят. Пусть в частном бизнесе попробуют найти свое место. Или вот в этот бомж-приют. Мэр Костромы как раз недавно очень хорошо поработал. И поэтому ушел в отпуск. Его помощники любят жить. И поэтому не стали вызывать мэра из отпуска ради встречи с кривоволосым народным блогером. Трубецкому пришлось договориться на другой день. А напротив меня уже ждал председатель союза нищих пенсионеров. Председатель союза нищих пенсионеров – это еще один человек, который узнал об Андрея Степановича благодаря его лживым визиткам. Здравствуйте! У вас так называется «Союз нищих пенсионеров». Да. А как вас зовут, кстати? Алексеев Борис Витальевич. Вы знаете, сколько раз я его забывал? Парик, шляпа и портфель. Три вещи, которые я ненавижу. Вы хотите эту информацию где? Программа «Народный блогер». Это очень интересная программа. Тоже смотрим, когда мы товарищи из интервью. Ты знаешь, что он сказал? Мы так любим вашу программу. Андрей Ковалев вжился в образ простого человека настолько хорошо и так умело презентовал выдуманную программу под названием «Народный блогер», что костромчан не смущало, что героя всё время снимают операторы. Они и не догадываются, что на самом деле снимаются в другой программе. Секретный миллионер. Мы собираем на свалках банки алюминиевые. У нас предприниматель открыл несколько сточек, где мы можем туда приходить и сдавать эти банки из расчёта 60 копеек за штука. И мы с Борей пошли заниматься тем, чем он занимается регулярно, чтобы заработать на хлеб. Сюда, сюда, сюда. Попёрло! Попёрло! Вот и удача-то! И тут Андрей Степанович Турбецкой понял, что он никогда не пропадёт. Стаж в бизнесе у меня 41 год. Таких людей в нашей стране можно по пальцам пересчитать. Полтора литровая пластиковая бутылка стоит 50 копеек. Три по 0,5 тоже 50 копеек. Как туда залезть? А? Вон она. Давай я тебя посажу туда. Давай я лучше наклоню. Приятно, когда работаешь с профессионалом. Я бы не догадался её наклонить. Слушай, доставай ещё пакет. Андрей Степанович Турбецкой приносит удачу. Тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Не спеши. Это клондайк. Когда я нырял в эти баки, сколько здесь акций? Это не Г, вы ошибаетесь. Это деньги, которые кормят огромную массу нищих пенсионеров. В стране, где есть газ, нефть, лес, все металлы, не должно быть нищих. Не должны пенсионеры собирать бутылки. Это позор для страны. Эх, ушла. Опоздали. Здесь где-то на 12-13 рублей. То есть Андрей может уже купить под буханкой хлеба. Конечно, если честно, хочется плакать вообще. Все уже готовы были смириться с тем, что на мусоре сегодня ничего не заработают. Когда Андрей вдруг начал читать прохожим свои стихи. Не кричишь, ты какой-то странный. Я влюблюсь лучше в... Инстаграмную. Лично я восхищен. Жаль наших поэтов. Им надо поучиться у Андрея. Соль, текила и ломтик лайма. Стали ближе ворота рая. Соль, текила и ломтик лайма. А за окном стук колес. Трамвай. Красиво, красиво. Боре мои стихи очень понравились. Я был тронут. Борь, ты прямо вот идешь, женщина? Прямо к ней подходи. Да, я прямо похожу. Я его все подталкиваю. Боря, конечно, такой не очень шустрый собиратель денег. Тихо, тихо. Вот идут двое. Вон их, атакуй. Тебя любили кошки. А женщины так малость. Боря, ты активно подходи. Ты стоишь. Вот идет сразу его атакуй. Ревновали, молчали, скрывали. Я там трех человек собрать не мог. Все проходили мимо. Таков удел поэта в Костроме. Пошли, Боря. Не надо о грустном. Боря, дай передохнем чуть-чуть. Ногах, правда, нету. Ты какого социального сословия? Рабочий, крестьянин? Кто? Рабочий. Сколько тебе лет? 61. 61. А мне 62. Ну, просто старик, 75 лет. Он говорит, сколько тебе лет? Он говорит, 61. Я говорю, мне 62. Надо обязательно, конечно, открывать продажу моего средства для омоложения кожи. И вот это будет рекламная фотография. Секрет молодости Андрея состоит из трех компонентов. Секс, секс и секс. Благодаря чудодейственному средству Андрея Ковалева я вот так выгляжу отлично. Скоро поступит в широкую продажу. Андрей и его новый друг решили пойти в гости. Идти к себе в гости пенсионер не хотел. А у Андрея не было дома. Пришлось отправиться к другому пенсионеру. Я вошел и снял ботинки. Потому что идеально чистый ковер. Зашел в комнату и думаю, блин, какой я идиот, что снял ботинки. Одень только шнурик, как следует. Одень шнурик, потому что... Потому что это просто какой-то трэш. Этот диван просили же настолько, что там нет ткани. Она осыпалась, там остался один поролон. Мужик в таких штанах, что это какой-то... Эдуард Петрович. Эдуард Петрович. А вы один живете, да? Нет. Нет? Я думал, что там какая-то старушка лежит, которая тоже как он не встает. Значит, ему 87, а жене 60. То есть я понял так, что жена на него забила. Дочка, я так понимаю, тоже забила. Они живут своей жизнью в идеальной чистоте и порядке. А он здесь догнивает. Я родился на Черном море. Приехала туда жена отдыхать. Ну, как оно бывает на курортах. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ну, а потом аж сюда летю. История одинокого заброшенного старика тронула Андрея. Он вспомнил случай из собственной семьи, о котором до сих пор не может говорить спокойно. Я один раз напился, и отец пришел, сделал замечание, я его послал на Требукову. И по какой-то вот этой дурацкой, да, вот этой гордости какой-то этой, там, я перед отцом не извинялся. Отец потом тяжело заболел и ушел из жизни. Знаете, я вот вспоминаю отца, я бы все, наверное, отдал бы, чтобы вот тогда ему просто сказать, обнять, сказать, папа, прости, уже не вернешь. А что это у вас стоит вот тут в углу? Это мое место, где я буду постоянно потом жить. Так называемая домовина. Я его сделал сам. И я буду потом здесь, навеки, оставаться в этой штуке. Вы философ. Он же так справедливо опасается, что ни жена, ни дочка не будут задумываться над тем, какой гроб красивый. А у него там посмотрел красивый, обитый там таким велюром. Ну, лучше в своем изделии лежать, чем в чужом. Уже и место на кладбище куплено. Так как он добрый человек, он еще и мне место купил. Был еще один, он умер, ему было 99 лет. Вот тот был философ. Он сказал, страх – это умереть последним. Я сейчас умирать не боюсь, вы меня похороните. А вот кто из вас последний умрет, вот кто его похоронит, вот это и есть страх. Андрей невольно задумался о своих собственных страхах. Я боюсь инсульта. У меня отец умер от инсульта, мама умерла от инсульта. Инсульт – это страшная вещь у человека. Меняется сознание. Мама была добрейший человек, стала очень злой. Эдуард, спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами познакомиться. Вы потрясающий человек. А в молодости вы были просто как какой-то американский певец. Посмотрел с твоей помощью на Кострому вот какой-то с другой стороны. Вот с нищим и человеком встретились. А вы встретились с богатым. И спросите, как он глазами видит эту жизнь. Они выиграли путевку в рай. А мы? А мы проиграли. Знал бы Боря, что перед ним стоит самый настоящий миллиардер. Ладно, Боря, дорогой. Давайте, давайте, ребята. Все, завтра тебя наберу. Бабушка, здравствуйте. А вы чем занимаетесь? Цветы собираю. А вы кто такой вообще? Корреспондент. А я корреспондент вот такой. Народный корреспондент. Бабушка, узнав, что перед ней журналист, решила поделиться своей проблемой. Они жили в доме с моими сыновьями. А дом был как-то на территории больницы. Дом сгорел, а на территории больницы им новые строить нельзя. Их поселили в комнату, ну, в общежитии. Сыновья где-то там уехали. Она вот одна в этой комнате живет. Как-то стало так жалко эту бабушку. А сколько таких бабушек в нашей стране? Спите сегодня спокойно. Кострома засыпает неспокойным сном. А с ней и Андрей Степанович Трубецкой, которому больше не суждено проснуться. Вместо него в мир завтра вернется могучий Андрей Ковалев. Что меня расстраивает сегодня? То, что я расстанусь с париком, к которому я так привык, с которым я так сроднился. Я прям хочу его... Минуточку. Он прирос ко мне. Это была шутка. Путешествие миллиардера в образе бедного блогера завершилось. Совсем скоро Андрей Ковалев вновь проедется по Костроме, но уже в своем привычном образе, чтобы навестить тех, кто затронул его душу и сердце. Я скажу честно, я сам заплакал. Кого и чем отблагодарит секретный миллионер? Совсем скоро. Эх, как приятно. Четвертый. Самый главный день. Сегодня челюсть реальности слегка разожмется не только для миллионера Андрея Ковалева, вновь окруженного охраной и блеском, но и для многих его новых знакомых в Костроме, которым Андрей уже везет самые ценные подарки. Хотелось бы двигаться в том направлении, в котором я начал, в принципе, хэви. Дима, я хочу тебе сказать правду. Это программа «Секретный миллионер». Я Андрей Ковалев, миллиардер, лидер группы «Пилигрим». У меня есть для тебя несколько сюрпризов. Ты сказал, что ты очень хочешь попасть на курсы игры на ударных у Саши гипса. Открой секрет, что я его, в общем-то, знаю. Вот этот сертификат. Сейчас, сейчас, секунду. Я хочу подарить тебе 300 тысяч рублей. Я сейчас сам заплачу, блин. Для того, чтобы ты год мог заниматься музыкой. Не отвлекаясь на работу, спасибо тебе. Оставайся таким, какой ты есть. Я скажу честно, я сам заплакал. У меня самого слеза пробило. No camera. Конечно, он простой парень. Он никаких секретных миллионеров никогда не смотрел. Я, мне кажется, открыл ему дорогу. Я волшебник! Yes! Heavy metal forever! Вообще, какого черта? Покупатель, а душа молодой человек. Мария Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я поговорил с прокурором. Так. По отношению к вам допущена несправедливость. Давайте мы сейчас поедем к нему. Так. И вы ему расскажете всю свою историю. Давайте я возьму сумочку. Спасибо. Вы на таком катались когда-нибудь? Нет. В памяти останется. Сегодня прокатитесь. Первый раз в жизни Мария Ивановна проехалась на кабриолете. Да. Ну, неплохо. Неплохо. Прокурор нас уже ждет. Да? Да. Мне же ее нужно было как-то в машину заманить. Поэтому я и придумал историю с прокурором, который ее ждет, чтобы решить ее вопрос. Проходите, проходите. Не стесняйтесь. Как вам комнатка? Прекрасно. Мария Ивановна, за ваш многолетний труд, за то, что вы сделали для нашей страны, от меня подарок. Вот это квартира. Это мне? Да, это ваша квартира. Да вы что? Это ваша квартира. Спасибо. Спасибо. Вы заслужили это. Спасибо. Как и вам благодарна. Как приятно. Я только в России видела такое. Люблю делать добрые дела. Едем делать следующее. Так, чтобы нам кто-то в бочину въехал. Они разрушили все. Они убили там их близких. У меня больше никого нет. Я одна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ходите на солнышко. Да. Не помните, к вам приезжал? Наверное. Андрей Степанович Трубецкой. Наверное. Вы ему рассказывали историю свою. Ой, да. Страшную историю. Про то, как вы жили в Москве. Да. Две квартиры в шикарном районе. Да. Сына убили. Да. Умер муж. Угу. Вы знаете, я тогда представлялся народным блогером. А на самом деле я Андрей Ковалев, миллиардер. Угу. И вы знаете, мне так стало вас жалко, вот честно. Я решил, подарю вам квартиру. Вот, ключи. Угу. Чтобы у вас все было в жизни хорошо. Чтобы больше несчастья вас миновали. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь. Ой, спасибо. Рома, ты представляешь. Хозяин ночлежки Роман вряд ли ожидал, что рассеянный и яростный блогер окажется человеком, способным изменить жизнь его подопечной Людмилы. Я надеюсь, что в будущем у нее все будет хорошо, что она устроится на работу, пусть не очень высокооплачиваемую. Каждый человек имеет право на человеческую жизнь, а не скотскую. Рома, я теперь здесь буду жить? Да, Мишутка у меня не дужил. Совсем немножко не дужил. Такой человек встретился. Ну где найти столько Андреев Степановича? На все том море чудовищной несправедливости. Ммм. Сон. Хороший суток. Мое убеждение, когда ты делаешь добро, добро к тебе не возвращается никогда. Казалось неверно. Люди сделали мне добро, и добро к ним вернулось. Ковалев старался отблагодарить всех, кто тронул бьющееся под ужасным париком сердце Андрея Степановича Трубецкого. Не забыл он и девушек. Бесплатно напечатавших ему визитки. Во многом именно они определили ход всего его трехдневного приключения. 50. После этого миллионер побывал и в кофейне, владелицы которой заплатили ему щедрые 500 рублей за весьма спорно выполненную работу промоутера. Это 100. 100 тысяч – это половина нашей кофейники. И реви. Я тоже буду реветь, если ты будешь реветь. Также миллионер навестил хостел, где впервые за 35 лет собственноручно застилал постель. Здесь он отблагодарил хозяина за доступный и комфортный ночлег. Ребят, вот реально очень приятно. Следующий пункт в плотном расписании здания мэрии. Бездомному блогеру Трубецкому здесь систематически не везло. Зато нарядному миллионеру Ковалеву как-то сразу улыбнулась удача. Все оказались на месте и не заняты. Я услышал главное, что беспокойство о том, что колледж выводит для того, чтобы занять под какие-то коммерческие структуры, кафе, там это, это такие домыслы. Чиновники пообещали секретному миллионеру, что после капитального ремонта колледж вернут на историческое место. Приглашаю в гости в Москву, в усадьбу Гребнево. Практически мы уже как бы побратимы. Обещания были уверенными, конкретными и недвусмысленными. Как будто чиновники забыли, что мы все записывали на камеру. Дорогие преподаватели колледжа, переезд необходим, потому что здание в тяжелейшем состоянии. Если рухнут перекрытия, погибнут десятки, а может и сотни людей. Я уверен на сто процентов, что эти потрясающие два здания в центре Костромы останутся вашими. Ну что, я поехал дальше. Татьяна. Выселили мою семью из квартиры, в которой я прожила 29 лет. И я сама оказалась на улице. Это Андрей, народный блогер. Я был у мэра, у меня появилась новая информация. Где встречаемся? Я думаю, что для нее это будет не просто шоком, а будет большим шоком. Я не народный блогер. Я Андрей Ковалев. Миллиардер. Я никогда не забуду, как вы плакали, когда рассказывали о своих обидах, когда вас выгнали из дома. Это несправедливо. И я решил эту несправедливость исправить. Когда вы сказали, что вы переезжаете в Москву, то я понял, что я могу облегчить вам переезд. Танечка, я хочу вам подарить миллион рублей. И хочу вам подарить год бесплатной аренды в бизнес-парке Дербеневский. Вы откроете там свою фирму. А постепенно вот эта обида, она уйдет. Потому что впереди только светлая даль. Все будет у вас хорошо. До встречи в Москве. Мне почему-то заплакать не захотелось. Мне бы наоборот было как-то радостно. Она делает потрясающие работы. И она в Москве 200-300, может даже миллион рублей в месяц будет зарабатывать. Боря, привет. Это твой друг. Я хочу тебе почитать новые стихи. А когда? Сейчас прям. А когда? Я говорю, сейчас прям. Андрес. Здорово, Боря. Боря. Что? Я тебя обманул. Я Андрей Ковалев. Андрей Ковалев? Миллиардер. Спасибо программе «Секретный миллионер» за то, что я познакомился с тобой. Ты такой искренний, честный, порядочный человек. Ну, я рабочий. Я рабочий человек. Ну, откуда? Я не... Я рабочий человек. Я не чиновник. Борис Витальевич насмотревшейся жизни как будто совсем не удивился тому, что открылось под маской художественного руководителя. У меня одна специальность – лесарь соотехник. Хорошая специальность. У меня отец был слесарь соотехник. И я стал слесарь соотехник. И никогда я не буду миллионером. Вот наша Кострома. Вот видишь, это Волга. Я люблю это место. Волга, красивая. Деградирована. Деградация произошла в умах. И поэтому я тебе хочу подарить свои стихи. Еще, Боря, я хочу тебе подарить 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Я знаю, что ты потратишь их не только на себя, а поделишься еще с теми, кто нуждается в этой помощи, чтобы союз нищих пенсионеров стал союзом бедных пенсионеров. Свободу выбрали мы, свобода выбрала нас. Нам не нужно счастья взаймы. Огонь души не погас. Браво. Давай, Боря. Давай, со встречи. Он даже и не понял, миллиардер, он в душу смотрит. Ни один Костромской миллионер, а тем более миллиардер, никогда даже вот так со мной даже не обнимется. Ну, Боря красавчик, конечно. Больше, чем деньгам, обрадовался моим стихам и песням. Путешествие в настоящую Россию для Андрея Ковалева завершилось. Сегодня он возвращается в сверкающий вакуум своей жизни. Но возможность помогать людям у Андрея остается каждый день. Будем надеяться, что миллионер, даже покинув волшебную Кострому, продолжит делать все, чтобы чувствовать себя волшебником. Я, честно говоря, не догадывался, что есть такие предпенсии, там, 8,5 тысяч рублей. Вот человек разбирает. Вот она жизнь. Вот то, что я, вот так же, как он копался, да? Видите, вот люди вынуждены собирать бутылки, там, всякие банки, для того, чтобы хоть как-то выжить. И столько еще в нашей стране нужно делать. Непаханное поле. Для того, чтобы мы стали процветающей страной, где не было бы людей, которые вынуждены собирать бутылки для того, чтобы просто поесть хлеба.